Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Этот видеокурс посвящен редактору Brackets. Давайте познакомимся с редактором Brackets поближе. Запустим редактор. И посмотрим на его интерфейс. Мы видим стандартное меню. Слева все наши документы, открытые на текущий момент. И справа большое белое окно. Это область самого файла, который мы откроем. Здесь мы видим в меню пункты файл. То есть можно создать новый файл, открыть имеющийся, открыть папку, закрыть, сохранить различным образом. Ну и выйти из программы. Правка стандартные действия. Отменить, повторить, вырезать, копировать, вставить, выделить все и так далее. Запоминайте горячие клавиши, потому что с помощью них вам будет намного удобнее и быстрее работать. Основные клавиши, такие как Ctrl-Z, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-A. Я думаю, вы все знаете. Поиск, ну, большой спектр возможностей найти файл, заменить какие-то куски кода, например, после того, как вы их нашли. И очень помогает и ускоряет работу. Вид, здесь используются темы, можно менять оформление редактора. Это мы рассмотрим немного далее. Включать разделение экрана, например, по вертикали или по горизонтали. Это по вертикали. Открываются два файла слева и один справа. Также по горизонтали, в зависимости от того, как вам удобно. Можно включить номера строк. И функция полезная, чтобы строки переходили на новую, если слишком большая строка. Также есть отладка. Тут используются такие инструменты, как в браузере. То есть можно посмотреть код наш, css, html код. И в дальнейшем уже изменять код так, как нам требуется. В разделе помощь мы можем обновить редактор или посмотреть информацию о нем. На этом все. Дальше мы рассмотрим доступные плагины для установки в редактор Brackets. Не забывайте также подписываться на канал, ставить лайки этому видео, если оно вам понравилось. И писать в комментариях ваши пожелания. А также подписывайтесь на нашу группу в ВК и нажимайте на колокольчик. Вся информация и ссылки будет в описании под этим видео. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok